Долгие годы мы были в такой ситуации, когда управляющие сами на самом деле делали и маркетинг. И мы сталкивались вот с такой вот ситуацией. Я здесь привел пример из регионов, это на самом деле, когда я это увидел, у меня волосы стали дыбом. Вот это реклама кредитов. Кредиты за час. Здесь же еще расчетный счет за час. Силуэт женщины-ковбоя, она там, насколько я, видел плее обнаженное, но это была в газете моя реклама. Дальше. Мы сделали премиальный клуб для клиентов малого и среднего бизнеса. Обратите внимание, как это сделали в норме. То есть это местная реклама, логотип банка вот здесь, про бизнес-банк, а на главном месте машина премиальная. То есть клуб для премиальных клиентов, это прежде всего премиальная машина, обязательно золотистая какая-то и нечитаемый текст. Вот такие материалы наши офисы делают для своих клиентов. То есть когда клиент приходит в офис, им надо презентовать продукт. Что нужно сделать? Нужно сделать презентацию. Ну, прежде чем делать презентацию, нужно научиться ее делать. Я, например, несколько лет потратил на то, чтобы сделать презентацию и делал по 27 версий одной и той же презентации, чтобы мое руководство сказало, что да, это круто, она реально работает. А в офисах у нас делают, вот здесь какая-то сухая математика написана, тоже для любителей цифр, я не знаю, или нет. И цифру, да. То есть эту тему я угадал. Они пока еще учатся. Свои 27 интериаций не прошли. Да. Ну, вот такие вот вещи, зарплатный проект, очень непросто презентованно. Это то, что было и то, с чем мы сравнивались. На самом деле, это по нашей секции аутсорс или маркетинг из центра. Я думаю, многие для вас, для себя уже ответили на вопрос, что лучше аутсорс или маркетинг из центра. Вот это аутсорс. Аутсорс на уровне регионов, когда управляющие сами в своих целях, возвращаются в местное агентство, либо своими силами делают какие-то материалы. Ну, естественно, когда я это увидел, меня это страшно обрадовало. Я не мог оставить ситуацию в таком виде. Я решил немножко помочь людям. А, сначала результат. То есть о результатах мы проводили исследования. Вот это все было 12-13 год, и на конец 12-го года мы проводили исследования. Вот они мы. Это исследования знания бренда. В Москве и в регионах темно-синенький – это доля первого упоминания бренда, а светло-синий – это знания с подсказкой. То есть это все знания. Ну, естественно, Сбир хорошо знают, ВТБ, Алик и так далее. Мы были незначительные, так как наши банки в основном в регионах, то в Москве первого упоминания вообще не было. А знания с подсказкой нас знают 1%, это сегмент малого среднего бизнеса. То, где мы неплохо работаем. Идем дальше. Мы, на самом деле, вот с этим не стали мириться. Мы провели ребрендинг в начале 13-го года. Я тут бренд не показываю, я, на самом деле, показываю то, что мы сделали. Мы разработали брендбук, мы разработали брендбук, то есть некое такое пошаговое руководство по оформлению офисов, по оформлению всех материалов, по оформлению, как надо щиты оформлять, как надо оформлять вход в офис, какие надо полиграфические материалы делать, то есть вели некие стандарты. Сделали сами эти материалы, накатили их на всю сеть, выложили в общий доступ И на самом деле, как бы, вот, печатать в Москве тяжело, потому что логистика дорогая Поэтому мы всем управляющим разослали ссылочку на общий доступ, где можно скачать эти материалы в формате PDF И по исходнике в каком-то виде, и в местной типографии, ну, заказать себе, и распечатать И в офисе использовать нормальную полиграфию Вы думаете, они это сделали? Нет, они этого не сделали Почему? Потому что кто-то пропустил письмо управляющему в ящик Сзади много писем сыпется, и читать там письма от директора по маркетингу, либо от украшающего партнера региона Ну, это как-то знаете, там, у меня много других писем, которые надо читать каждый день Кто-то прочитал письма по диагонали, скинул сотруднику, сотрудник заболел, в этот день не пришел, письмо потеря Ну, в итоге это привело к тому, что централизованное управление процессом у нас вот С первого раза не получилось С первого раза не получилось внедрить полиграфию и все остальное То есть репрендинг у нас, видимо, затягивался В этой ситуации мы решили действовать последовательно То есть мы решили последовательно идти таким маленькими шажками и масштабировать лучшие практики То есть мы выделили один регион, скажу сразу, это был Возбанк, это Екатеринбург, местный банк, очень известный в Уральском округе Выделили пилот и начали в нем внедрять такой некий подход И этот подход мы сделали в виде кейсов Я кейсы пролистаю Первый кейс – это смена площадок То есть если раньше мы рекламируются вот в таких местах, мои коллеги называют это «Братская могила» То есть здесь такие щиты, 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 где человек проходит мимо и не видит вашу рекламу Мы избрали другие каналы, которые были более видны То есть мы впервые начали заставлять управляющих не сами покупать, а мы просто централизовали закупку И стали смотреть, где они будут размещаться И стали рекомендовать им какие-то правильные вещи с точки зрения площадок И начали наконец-то составлять нормальные медиапланы региональные с выбором правильных площадок И было это все ненамного дороже, чем раньше Второе – мы изменили визуальную коммуникацию То есть мы немножко сделали более красивый и поменяли форматы размещения сами по себе То есть перестали использовать те местные газетки, которые, вряд ли кто-то читает А стали использовать более такую премиальную прессу для сегмента малого и среднего бизнеса И делать красивую полиграфию Почему это привело? Это привело к тому, что, ну, здесь цифры я по рознице показываю Вот эта старая визуализация, она за счет накопленного эффекта предыдущих периодов Изначально дала более высокий эффект Но в дальнейшем, в течение двух месяцев, знание спадало А новый визуальный концепт и новые каналы размещения Привели к тому, что изначально меньше было знания этого И узнаваемость данного концепта Но потом мы сохранили более высокий процент остаточного знания И по расходам, обратите внимание Мы тратили, тратили, тратили Потом резко сократили расходы Но при этом заявки на кредитование Они сохранились на неком уровне Которые мы в течение какого-то времени поддерживали уже без финансирования То есть то, что мы сделали первые два кейса Это уже дало какой-то первый результат Что еще мы сделали? Мы сделали вот такой необычный формат То, когда мы экспериментировали Это реклама, которая была в Викторинбурге на Урале год назад То есть этот кейс я видел у Ферстбанка американского Он состоит в том, что банк решил отдать свои счеты на рекламу клиентам Смысл как раз владельности То есть мы как банк можем рекомендовать малый и средний бизнес другим клиентам Мы проверили этого клиента Мы отвечаем за его правильность И мы его рекомендуем Соответственно, мы просто взяли этот же кейс и сделали его в Екатеринбурге А вот этот счет, он реальный Здесь 70% счета – это реклама клиента И порядка 30% счета – это реклама Вузбанка И тут вот надписью есть Плохо видно Мы рекомендуем То есть мы как Вузбанк в данном регионе Рекомендуем вот этот малый и средний бизнес другим клиентам Открыть был очень хороший То есть мы для того, чтобы Мы считаем МПС Сразу скажу, для того, чтобы разместить эту рекламу Мы взяли детракторов То есть ребят, которые нас ругали Ребят, которые были нами недовольны Мы спросили их разрешение Можно мы вас так разместим? Они сказали, что делать, что хотите Мы все равно от вас, скорее всего, будем уходить Мы разместились на счетах Через месяц мы получили от них позитивную обратную связь Что они никуда от нас не уйдут Потому что, во-первых, мы их бесплатно прорекламировали А во-вторых, они получили приток клиентов То есть мы получили приток клиентов Потому что в Екатеринбурге было сарафанное радио И они получили приток клиентов А другие наши клиенты приходили с нам с вопросами А может, вы нас так же порекламируете? Иначе мы уйдем Да, иначе мы уйдем Была такая история Такой кейс Еще один кейс – это социальная активность Здесь я приведу два примера Мы на Новый год, как сегмент малого и среднего бизнеса Для своих клиентов отказались от покупки всяких сувениров На самом деле, в нашей среде я могу сказать Что мы просто не хотели тратить деньги И придумали некую такую социальную активность Когда мы могли потратить меньше бюджета А еще и привлечь клиенты Клиентские деньги И устроить мероприятия для детей Поэтому мы сделали акцию Устроим детям праздник Вот такую красивую картинку Во всех банках, где работает сегмент малого и среднего бизнеса Развесили в офисах Поставили такие небольшие копилки И все клиенты в течение ноября Компания месяца оставляли какие-то там денежные средства А в конце декабря месяца Клиенты и наши управляющие офисы Сотрудники все это отвезли в детские дома И приняли участие в тех утренних Которые были устроены на эти деньги Еще одна акция, которую мы сделаем Это продвижение терминалов LifePay Мобильный эквайринг Социальная акция с участием в Минфин и РФ Это тоже вот два канала На самом деле, относительно бесплатных и недорогих Которые мы используем для того, чтобы Рекламировался за недорого в текущих условиях И как кейсы для управляющих И так, чтобы поменять техновую визуализацию К чему это привело в целом Вот те активности, которые мы в Ефтинбурге Вузбанке проводили Это дало подсказанное знание бренда Вузбанка, который работает в этом регионе И в целом группы Life Тоже выросло То есть поменяв визуализацию Поменяв каналы продаж Меня в канале рекламы Поменяв подход сам по себе И проведя такие кейсы Мы сделали вот такие вот результаты И переубедили самую главную управляющих Вот то, что для меня важно Мы переубедили управляющих Сломили вот эту региональную инерцию Когда управляющие считают, что они самые умные Ребята в Москве Что они могут знать про наш регион И они под пулями не ходили Да, как Тинько говорил И они не были в нашем регионе И не смотрели, не знают наших клиентов Мы это поменяли И на самом деле здесь место заключения По теме моего выступления Я несколько слов тоже скажу В регионах многие процессы стоят дешевле Это не секрет Но на самом деле Вот с той рекламой, которая была у нас Мы рисковали просто деловой репутацией Банка и группы в целом Поэтому в регионе дешевле Но есть риск для деловой репутации Процессы медицентрализации И передачи на аутсорс процесс Особенно в части рекламы Нужно подходить очень аккуратно Мы это на своем примере прочувствовали И поняли, что реально надо быть очень аккуратными Аутсорс выгоден Но выгоден, например, с точки зрения Определения места размещения И закупки площадок Площадки на уровне региона Купать реально дешевле Определять их тоже можно на уровне региона И это тоже дешевле Потому что из Москвы реально плохо видно Какие счеты и в Едикате Например, хорошо просматриваются В целом, мое мнение По результатам моей работы Такое, что вертикальная структура На самом деле облегчает процесс маркетинга Горизонтальная структура Она усложняет все Но это мое мнение На самом деле Оно не является истинной в последней инстанции Как я написал И может не совпадать с мнением вас Если у вас есть другое Я отвечаю на вопросы Готов вы услышите Уважаемые коллеги Спикер у нас Сразу предложение Так как мы катастрофически не успеваем с повесткой И не хотелось бы решать Кого-то из следующих спикеров выступления Я предлагаю задать два вопроса Кратких Но именно вопрос, а не обратный связь Давайте девушке слово дадим Представляйтесь, пожалуйста Спасибо Спасибо Поздравляю И вам свои дела Алексей, очень приятно с вами познакомиться Потому что я сама из Челябинской И пару лет назад Мы следили за рекламой У вас была такая концепция Когда вы использовали реальных сотрудников Для визуалов на щитах на русской рекламы Это вызывало кучу дискуссий Потому что мы лучшие сотрудники На которые мы всегда смотрели На центральных щитов И мне бы хотелось бы вас услышать Как вы оценили эти эффекты Подобные отходы И смогли Насколько я считаю Цена Даже когда рассказали Видите, что ли я Спасибо Хорошо Я честно отвечу У этой аудитории Я надеюсь, что она Информация не будет выноситься далеко И тем более рассказывать сотрудникам На самом деле Вот эта информация Мы рекламировали Действительно продукты, кредиты Когда фотографировали Например, управляющего Либо кредитчика И размещали его на щите Это очень круто работает Для клиентов Которые уже являются клиентами банка Но очень плохо работает Для тех Кто просто по улице идет И видит кучу девушку А почему она А почему она не такая красивая Как модели в журналах И так далее То есть это вызывало Противоречивые эмоции Если коротко То большого эффекта От этого не было Но у нас была большая Долодная боль В том плане Что управляющие Сами там писали А сфотографируйте Вот и эту А вот и эту А меня сфотографируйте А люди Дело в том Что реально Они всегда фотогеничны И не все подходят Для счета А им это объяснять Это только терять Личные взаимоотношения Обратная связь Обратная связь Я думаю будем упаковывать С собой Может один Давайте просто Олегу слово дадим Пока Олег готовится К поступлению Спасибо Алексею Еще раз Давайте поблагодарим Алексей тут Кликнул шикарный аргумент Когда знаете В некоторых компаниях бывает Профессионалов Есть свое мнение Но они часто Бывают с ними Согласны У вас 10 минут Чтобы осталось Время Вы были Меня зовут Олег Никитин И я занимаюсь Возвитие бизнеса В компании Венгдзин В первую очередь Спасибо Что сегодня В среду С самого разгар дня Вы нашли время И пришли послушать Меня и мои коллеги Презентация Называется Кроссмаркетинг Для финансовой организации И в первую очередь Я не сторонник Аблигатуры И сложных терминов Поэтому Хочу пояснить Что под кроссмаркетингом Я понимаю Совместную активность Двух сервисов Которые дополняют Друг друга И позволяют Быстрее достигать Поставленных целей Будь то Заработать денег Привлечь клиентов Или просто Получить Киар-эффект Сегодня я Буду рассказывать Про кейсов Которые были Реализованы Я в книгах У нас все-таки Практическая конференция И за Теперь уже 10 минут Я постараюсь Ответить на 4 вопроса Работает ли акция С мерчантами Как именно Работает кроссмаркетинг Для двух финансовых Организаций Какие инструменты Позволят Привлечь Юридических лиц И чем именно Работает кроссмаркетинг Для Яндекс.Денег Для меня важно Рассказать О том Какие именно Кейсы Работают Яндекс.Денег 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 И именно И именно На этом направлении Наряду с Электронным Кошельком Мы сейчас Делаем Акцент В своей работе Ну и вы знаете Что нашими Акционерами Яндекс.Денег Благодаря Синергии с ними Мы действительно Запустили много Новых И интересных Продуктов Придем К первому вопросу Работают ли акции С мерчантами Первый Тезис Который я хочу Развучить Это Отбирайте Правильных Партнеров У нас в Яндекс.Денег Огромный эффект Имеют Акции С сервисами С регулярно Диктивным Платежным Поведением Это могут быть Игры Социальные Сети Или Форекс И напротив Практически Никакого Эффекта Не дают Акции С сервисами Где покупки Носят Разовый И более Или менее Спонтанный Характер Это Авиабилеты Или РТЭЛ Регулярно Диктивные Платежные Поведения Такие Слойные Красивые Слова Ясню проще У нас была История С одной Известной Социальной Сетью Когда Есть Ровный Ровный График Продаж И вдруг Скачок Мы начинаем Разбираться В чем дело Может быть Партнер на своей Стороне Запустил акцию Оказалось Что Мальчик Петя 13 лет От роду Завладел Карточкой Отца И купил Себе Подарков В этой Известной Социальной Сети На 700 Тысяч Рублей Слава Богу Все Закончилось Хорошо Деньги Папе Удалось Вернуть Но Такие Стои Тоже Случаются К счастью Большая Часть Покупок По Акции Это Покупки Которые Клиенты Действительно Хотели Совершить И мы Просто Помогаем Купить Это Сейчас И С Хорошей Скидкой Следующий Тезис Добейтесь Ощутимых Скидок От Партнера Это Не Должно Быть Вот Так Это Скорее Должно Быть Вот Так У Нас Не Работают Скидки В 5-10% Мы Это Тестировали На Допустим Агрегаторах Авиабилетов И Делали Все Что Могли Но Добились Примерно Такого Жи Роста В 5-10% По Продажам И Напротив Если Мы Предлагаем Крутой Танк В Подарок Если Мы Предлагаем Продолжение следует